здравствуйте приветствую себя на канале в этом видео с помощью блендера и карты высот мы будем создавать вот такие вот узоры скажем в полуавтоматическом режиме точнее даже в полуавтоматизированном потому что часть действий нужно все-таки будет совершать вручную вот такие вот шаги мы будем проходить для начала давайте я открою покажу что такое карта высот для блендера это такая черно-белая картинка где черный цвет соответствует минимальной высоте белый цвет соответствует максимальной высоте то есть когда мы эту картинку загрузим модификатор displacement то у нас появится очертание узора то есть мы будем регулировать высоту то есть на то как сильно будет перепад между темным и светлым открываем blender в блендере я не являюсь специалистом я его только осваиваю знаю несколько функций и каждый раз стараюсь смотреть что-нибудь новенькое но по большей части методом тыка некоторые вещи я узнаю сам потому что ну личный опыт это личный опыт куб я удаляю add mesh plane вот такой plane я рассмотрю способ когда мы просто создаем на поверхности модификатор displacement далее конвертируем это формат obg и перегоняем уже в quad mesh и далее перегоняем уже во fusion 360 да вот такая вот длительная процедура покажу несколько способов несколько программ для создания quad mesh конечно возможно blender тоже умеет делать quad mesh я пока в этом не разобрался но если вы владеете такой информацией то можете мне об этом сообщить я буду очень рад итак вот такая поверхность есть вот здесь вот такой ключик нажимаю он как modifiers то есть модификаторы add modifier я выбираю subdivision surface ставлю здесь simple ну и нагоняю вот такую сеточку здесь сейчас далее добавляю модификатор displays new сейчас здесь вот потом open нахожу папочку так где это все приготовил вот карта высоты я например хочу вот такой вот узор получить какая-то ерунда здесь но это нормально так перейду из самого модификатора в вот сюда вот включик и здесь необходимо поменять мне силу но интенсивность воздействия данного displacement то есть смещение видим что что-то вот похожее такое есть но не хватает сетки поэтому значит add modifier на subdivision surface добавлю еще один и добавлю здесь еще так viewport видим что такое все заглаженное вот но не очень четко надо понимать что как бы здесь очень важна последовательность применяемых модификаторов поэтому subdivision я подниму наверх и мы видим что появился вот такой достаточно резкий перепад здесь видим что у нас вот 1 sub division 2 sub division и displacement как раз вот наш приближу все это посмотрю что достаточно здесь вот такие рваные рельефы сейчас я могу включить другой режим отображения shading вот здесь все такое вот ребристое не очень красивая да можно конечно нарасти сетку еще но это сильно усложнить геометрии будет очень долго считаться поэтому я просто добавлю еще один модификатор smooth и прогоню здесь внутри наверно слишком много поэтому пусть будет 20 в принципе меня наверно это устраивает наверное здесь в subdivision могу еще так добавить разбиение и и да вот это вот эти выпуклые элементы это как раз то что было у меня на картинке надпись белого цвета нужно редактировать эти картинки затирать все это соответственно очень важно качество картинки которые вы используете в самом начале далее я выбираю файл экспорт выбираю здесь обиджи выбираю место куда я хочу все сохранить так и тут у нас карта высот сюда вот ну и например как метана обзываю видео 1 например так подожду немножко далее то есть появляется этот файл сейчас вот он видел один у меня в папочке я его открою в стандартном просмотрчике нет это лишнее так я открою fusion выберу open он мой компьютер и найду необходимую мне папку потом найду здесь видео 1 обиджи и подожду когда этот файл у меня откроется файл тяжелый вот так вот это все выглядит достаточно плавненько это все выглядит но конечно в лоб это использовать можно например можно данную то есть видим в бадис что это мэш тела мы можем перейти в форм и с помощью инструмента фейс конечно можем начать какую-то ретопологию и фейс за фейсом все это восстанавливать вот он на поверхности приклеивается у меня но это очень ресурсоемкая задача то есть будет все подвисать здесь очень перегруженная геометрия в данном случае вот отключу это тисплайн поверхность если в лоб сейчас попробовать его отконвертировать квадмеш то тисплайн то будет очень плохо все повиснет вообще будет катастрофа поэтому да и необходимо сначала все это перегнать дополнительно еще в квадмеш есть программка инстант мэш который можно открыть который можно открыть оба джи тела ну вот так выглядит мы просто здесь нажимаем solve появляется такая превьюшка как сетка будет раскидываться в принципе нажимаем solve и вот появляется превью как будет наш квадмеш выглядеть здесь мы можем ползунком увеличить количество вертексов ну есть ограничение потом будет на фьюжене то есть он не все сможет скушать вполне себе качественно потом делаем экспорт здесь можно немножко все сгладить но я пробовал сглаживание это очень плохо работает и в целом фьюжен все это потом очень очень если получается у него этот формат скушать то это очень долго происходит прям очень критично долго делаем extract mesh появляется превьюшка мы делаем сейф а вот в этой программе очень важно когда вы набиваете название по-английски ставить точку и о биджи то есть он автоматически не делать если вы это не сделаете то при попытке сохранить он выдаст ошибка ошибка выдаст поэтому в этой программе нужно за этим следить программа бесплатная дам ссылку под видео хотя можно легко и найти в интернете мне больше понравился recap photo продукт autodesk а вот мне здесь образовательная лицензия кликаем сюда open и выбираем видео 1 происходит открытие файла далее мы просто кликаем экспорт экспорт модель можно например сделать quick export вот здесь выбираем фьюжен 360 квадс и например ставим high нажимаем экспорт но эта процедура может идти от пяти до десяти минут может быстрее то есть все зависит от загруженности компьютера но может даже от погоды я не знаю делает он это намного дольше чем instant mesh instant mesh что делать буквально там за несколько секунд но когда ты открываешь это во фьюжике я не сохранил это все какой кошмар придется за мной делать это долго так наконец-то все подгрузилась с помощью open я уже показывал выбирается тот квадмэш который вы получили из рекапа уже и вот вставляете себе в проект как мы видим здесь все такое достаточно рваная то есть если его перегонять сейчас в t-spline то будет все достаточно неровное не будет плавности будут такие рваные места это если получится конвертировать это в два два случая то есть если вот вы конвертнули в квадмэш в рекапе то скорее всего все здесь будет гладенько идеально сразу эту этот файл я оставил из instant mesh здесь вот такие вот погрешности есть и единственный вариант чтобы это все преобразовать нормально нужно конвертировать его t-spline это тело но они будут неровные далее потом необходимо применить вот utilities repair body к этому чтобы получить вот такую более-менее плавную структуру но вот эта операция repair body при таком количестве фейсов может идти 15-20 минут это очень долго может 5 минут может 10 все будет зависит от того количества фейсов которые вы выберете то есть чем больше тем больше детализации тем чем меньше тем меньше детализации ну и как бы надо понимать что хотим получить в принципе на основании вот этого obj файла на этого поверхности можно скульптить как я уже говорил этот узор сделать ретопологию и сделать самую оптимальную поверхность сделать ее симметричную с привязкой какой-то там определенной точке координате то есть это все достаточно может быть удобно как ссылочный материал дополнительно для восстановления какой-то геометрии если же мы хотим все таки это преобразовать в твердое тело нам необходимо преобразовать это в t-spline и вот в данном случае получилось это преобразовать получилось такая плавненькая поверхность очень долго я висел так когда я здесь использовал инструмент convert и ставил здесь maintain symmetry покажу соответственно какие поверхности то есть вот эта поверхность получилось когда я поставил галочку maintain symmetry а вот эта поверхность получилась без этой галочки то есть далее можно взять наше тело и применить к нему операцию split body выберем тело и выберем поверхность да хочу еще обратить внимание что вот отличается здесь количество фейсов 6 раз практически то есть когда мы ставим галочку symmetry maintenance то у нас очень долго просчитывается наша поверхность и нужно быть готовым затратить большое количество времени то есть считать в 6 раз дольше чем без этой галочки так выполняется операция split body все опять висит очень много фейсов так вот такую поверхность получилось сделать можно попробовать добиться более гладкой поверхности если в блендере ставить модификатор smooth на большее число но это будет съедать рельеф я же советую во фьюжене вот в рабочем пространстве форм использовать инструмент interpolate он будет разглаживать некоторые сетки неровности и также можно попробовать инструмент smooth то есть он тоже будет немножко разглаживать сетку пишите комментарии что да я досмотрел до этого момента если вы досмотрели до этого момента я же советую не делать этого дома я советую не не делать модель с таким количеством фейсов когда вы сюда будете импортировать обиджи файл то старайтесь составить хотя бы 10-15 тысяч там фейсов не больше иначе это будет очень долго и очень будете очень страдать сильно прям как я на этом я данное видео заканчиваю желаю всем твоих успехов подписывайтесь на канал обязательно ставьте лайки до новых встреч